Огромное спасибо за приглашение Клуба Экумени и Комсомольской Правды, который принимает нас сегодня на этом круглом столе, посвященном устойчивому туризму в Латинской Америке. Мне очень приятно находиться за этим столом с моими коллегами из Латинской Америки. И, естественно, как посол Колумбии, я хотел бы рассказать вам о том, как наша страна развивала стратегию развития устойчивого туризма. Как сказал наш президент Густаво Петро, мы хотим использовать природные и культурные богатства различных регионов нашей страны. И таким образом, с тем, чтобы внутренний и международный туризм рос для увеличения доходов и улучшения качества жизни наших жителей. После пандемии туристический сектор Колумбии переживает всплеск. И это не случайно, потому что это как раз основано на стратегии привлечения требовательных туристов и путем развития туристических центров, которые мы развиваем в устойчивом режиме. Это для нас особый момент, потому что когда о Колумбии говорят, говорят о строительстве мира в нашей стране, и, конечно, для этого очень важно развитие устойчивого туризма. Особенно это интересно для российских туристов, потому что у нас есть разные регионы. Это Карибское побережье Колумбии, Тихоокеанское побережье Колумбии. У нас одна из немногих стран Южной Америки, где у нас есть побережье Тихоокеанское, есть западные Анды, там, где выращивается кофе, провинция Антиакия, также другие зоны Анды, другие горные массивы в Колумбии, очень интересные. Дело в том, что андские кордильеры делятся на три части, и все три части представлены в Колумбии, и восточные кордильеры, восточный горный массив, которые выходят на Венесуэлу, где заканчивается эта горная цепь. И вот этот богатейший регион, граничащий с Эквадором, где находятся исконные корни наших народов, и где рождаются большинство рек, сельвы Колумбии, наши равнины, Льянос, все это святые места для нас. Наша стратегия в последние годы сосредоточена на том, чтобы развивать лозунг, Колумбия – страна красоты и красот, и мы направлены на то, чтобы туризм постоянно гармонировал с жизнью. 1,1 миллиона квадратных километров площадь нашей страны. Вы можете представить, сколько у нас природных богатств. Мы становимся вторым направлением по биоразнообразию в мире. Огромное количество регионов, пейзажей, ландшафтов, различные климатические зоны, различные термические зоны. Мы первая страна по количеству видов птиц, бабочек и орхидей. И мы работаем над Колумбией, которая призывает к миру, к примирению и к жизни в созвучии с природой. Для нас это полная необходимость. Абсолютная необходимость. Колумбия, как мировая держава биоразнообразия, чувствует свою ответственность за развитие культуры мира, также в сфере туризма. Кстати, говоря о биоразнообразии, в конце октября месяца этого года мы будем принимать Ком-26 форум по биоразнообразию, который проходил в конце прошлого года. И в октябре этого года мы будем проводить Ком-26 форум по биоразнообразию. Это будет проходить в городе Квали, недалеко от Тихоокеанского побережья Колумбии. В развитии туризма мы видим необходимость всех акторов привлекать правительства, туроператоров, гостиницы, транспортных компаний. Для того, чтобы создать индустрию, которая уважала бы природное окружение и местные сообщества, одновременно мы защищаем наше исконное наследие, культурное наследие. И очень важно, чтобы компании развивали продукты туристические и опыт, который бы способствовал этим задачам, с тем, чтобы турист был сознательный, который приезжает к нам в нашу страну. Например, мы говорим о таком опыте устойчивого туризма, как One Expedition. Например, это компания в Сан-Висенте де Кагуан, в Амазонии, Ореноко, Колумбийском. Возможно, вы помните один из опытов установления мира в нашей стране, как раз начинался с этих мест. И там речь идет о вовлечении бывших гирьеров, партизан в туристическую сферу. Мы создаем возможности устойчивые для развития малого среднего туризма в сообществах, рафтинг, например, и другие формы туризма в гармонии с местными сообществами, сохранение культурной памяти. И здесь предполагаются очень широкие программы по пропаганде с тем, чтобы бывшие партизаны перешли от использования оружия к использованию туристических продуктов, с тем, чтобы создавать к освоению нашей окружающей среды через эти пять чувств человеческих. Мы хотим использовать потенциальные возможности нашей страны в сценарии энергетического транзита. Это социальные инвестиции, которые основываются на развитии наших территорий и сокращение уровней неравноправия, неравенства. И еще хочу отметить для Леонида Владимировича вопрос о гастротуризме. Гастрономия местная, традиционная, исконная. Гастрономия Колумбии — это ключевой момент для туризма. И, кроме того, это выстраивается в одну линию с целями устойчивого развития. Колумбия имеет уникальную идентичность в сфере гастрономии. Повторяю, речь не только о привлечении туристов, но и о восстановлении глубоких связей с местными сообществами при уважении их традиций и обычаев. Здесь мы должны отметить, что гастрономия — это составная часть нашей идентичности. Это очень разнообразная гастрономия, разные ингредиенты, разные формы готовки, техники различнейшие. И в этом смысле выстраивается очень интересное предложение. Те, кто посещал нашу страну, наверняка видели, насколько для нас важна кухня и развитие ресторанного сектора от наших крупных столиц до самой мелкой деревушки. И, конечно, хочу коротко еще упомянуть о статистике достаточно интересной. В 2023 году страна приняла 3,5 миллиона туристов из, главным образом, стран нашего континента, США, Канада, прежде всего. Это цифра высочайшая в историческом срезе перспективе, но мы хотим наращивать ее значительно больше. Что касается российского туризма, хотя у нас нет прямого сообщения, об этом уже говорил Сергей, совершенно справедливо, аэропорт Боготы считается первейшим аэропортом Америки по количеству рейсов в различные точки. К сожалению, у нас нет прямых рейсов с Россией, но сейчас можно совершенно спокойно через Стамбул летать или через Ближний Восток, или через страны Европы. И необходимо пользоваться тем, что использовать безвизовый режим въезда для россиян, и очень важно комбинировать различные формы туризма, поэтому я призываю россиян посещать нашу страну. в 2022 году у нас было 7500 российских туристов, в прошлом году на 3% увеличилась эта цифра, и мы надеемся, что до конца 2023 года может быть 8000 будет по подсчетам. Поэтому мы приглашаем россиян воспользоваться красотами Колумбии, поддерживать устойчивое развитие турсектора нашей страны, и еще раз хочу отметить, что мы приглашаем вас посетить Колумбию, страну красоты. Спасибо.